Спит как младенец, сон лучшее лекарство. Спать соловьиным сном. Сон для ребёнка играет важную роль в любом возрасте. Нужно правильно организовывать режим дня. Это очень важно, потому что ребёнок должен в определённое время кушать, играть, гулять и спать. Тогда как бы вырабатываются уже внутренние часы, срабатывают, а ребёнок в определённое время уже переходит от одной фазы к другую. То есть как бы всё-таки организовывать режим дня ребёнка должны взрослые. Новорождённый не различает день и ночь. Родители могут ему помочь, правильно распределив досуг. Например, добавить больше игр в светлое время суток. Валерия Индриксон, несмотря на то, что её двухмесячная Богдана спит по 20 часов в сутки, к ночному сну относится внимательно. Готовимся ко сну. Мы в основном сначала укупаемся. Нужно, чтобы были все чистенькие. И кушаем перед сном. Читаем сказку. Может быть, мы её ещё не сильно понимаем, но уже подготавливаем ребёнка к хорошему будущему. Было такое, что была проблема заснуть. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с возрастом. И вот вам с ромашкой помогали очень сильно. Ну, укачивала, ходила, песни пела. Он, бывало, сам не подпевал что-нибудь, мотивы. Если, ну, я вижу, что хочет спать, я его беру на ручки, ну, и начинаю петь, и он уже засыпает. Сейчас, в принципе, проблем с этим нет. Дневной сон – залог хорошего настроения. В этом убедилась молодая мама Евгения Мафизова. Хотя некоторые родители не беспокоятся, что их чадо обходится без дневного сна. По мнению специалистов, за первую половину дня ребёнок утомляется. А обеденный сон как раз помогает ему расслабиться и обработать полученную информацию. Сон очень сильно влияет на развитие ребёнка, и на психологическое развитие ребёнка, и на физическое развитие ребёнка. Поскольку во сне имеются две фазы сна, и есть фаза восстанавливающего сна, а есть фаза сна, которая как раз несёт в себе психологические элементы. То есть в эту фазу сна, в быструю фазу сна, перерабатывается та информация, которая поступает к нам во время дневного бодрствования, и строится как бы программа действия на следующий день. Это психологические такие моменты. Из-за нарушения режима сна появляются психологические недуги. Синдром недостаточного внимания ребёнок может стать агрессивным или замкнутым. В школьном возрасте педиатры советуют отводить до сна 11-13 часов, и ваш малыш будет радовать вас своими успехами.